В Сургуте стартовал международный фестиваль «Зелёный шум». На сцене Сургутской филармонии в течение всей недели будут выступать молодые артисты. По живому исполнению особенно соскучились зрители. На сегодняшний день проданы практически все билеты. О том, какими творческими экспериментами решили удивить участники фестиваля, расскажет Леана Киамова. Сургутская филармония Очень большое событие, конечно, сыграть симфоническим оркестром. Мы долго думали о том, что нашу программу как раз надо сделать симфоническим, так как у нас такая музыка, подходящая ко всему кино, как сонтреки. И хотелось добавить каких-то памяти, голосов. Это главное музыкальное событие весны не только для сургутян, но и всей югры. «Зелёный шум» стартовал в Сургуте. Международный молодёжный фестиваль. Это площадка, где о себе могут заявить молодые талантливые артисты и обменяться опытом. Баянисты и гитаристы, скрипачи и виолончелисты. Все они уже являются обладателями престижных премий. Поэтому эти концерты у зрителя востребованы всегда. Залы с учётом ограничений заполнены. Для сургутян это возможность услышать новые веяния в музыке. Сегодняшнее сочетание жанров – это очень по-молодёжному. Это очень интересно, это очень стильно, это ново. И это то, что отражает идеологию и концепцию фестиваля «Зелёный шум». Это эксперименты творческие, это поиск нового, это произрастание определённых новых ростков культурных проектов, которые действительно выделяют наш город и наш округ в культурном пространстве России. «Зелёный шум» проходит в Сургуте ежегодно. За годы своего существования фестиваль расширил границы. Посетить концерты теперь могут и жители Хантамансийска и Нижневартовска. Однако в прошлом году из-за ограничений шуметь пришлось в онлайн-формате. Причём это не снизило интерес зрителя к концертам, а наоборот – он набрал больше 100 тысяч просмотров. Возможно, и наши концерты в будущем будут и транслироваться. Я думаю, что это уже даже не просто из разряда помечтать, а это из разряда ближайшего будущего, что все события Сургутской филармонии, в частности, более широко, но нас интересует в данном случае именно она, будет всё это доступно для зрителей со всего мира. А я могу вас уверить, что интерес огромный. В рамках фестиваля в этом году состоятся фортепианные концерты, выставки картин и даже лекции для студентов. Завершится «Зелёный шум» 25 апреля концертом фортепианистов Екатерины Мечетиной и Константина Емельянова. А симфоническим оркестром Сургутской филармонии будет управлять Илья Дербилов, представитель молодого поколения дирижёров. Леона Киенова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.